Урок 31. 31а. В этом уроке мы будем говорить о преступлениях. Нападать. Стать жертвой нападения. Забрать что-то у кого-то. Убежать. Попытаться убежать. Тentar эскапар. Кричать. Гритар. Напугать. Асустар. Отреагировать. Реакционар. Нанести вред. Асер дано. Помогите. Сокорро. 31b. На Каталину только что напали. Убежать. Убежать. И ропит. На нас напали два человека в масках. Фуимососалтадос по два песонас кон маскарас. Что они у вас забрали? Что они у вас забрали? Они забрали бумажники и часы. Se nos quitaron las картерas и los relojes. Вы пытались убежать? ¿Тентaron ustedes escapar? Или позвать на помощь? ¿O gritar socorro? Мы были так напуганы, fuimos tan asustados por ellos, что не смогли никак отреагировать. Que no pudimos reaccionar. К счастью, они не причинили вреда вашему здоровью. Фелизmente, no se les ha hecho daño físico. 31c Если кто-то вам надоедает, вы можете попросить его оставить вас в покое. Déjeme en paz. Если вас пытаются ограбить? Робар. Будьте осторожны. Cuidado. Потому что вор может вас убить. Матар. Вор может сказать «Руки вверх». И вытащить оружие. Пистola. Полицейский в таких случаях обычно советует делать то, что говорит вор, и не сопротивляться. Резistir. После того, как вор уйдет, можно закричать «Задержите его». «Deténgalo». А затем пойти в полицию. «Estación de policía». Чтобы написать заявление. «Hacer una declaración». Вам может требоваться медицинская помощь. «Будем надеяться, что полиция найдет и арестует вора». «Пrender al ladrón». «31D». «Респonda con la pista». «Киен ла ассалто а устед?» «Человек в маске». «Un hombre con máscara me asaltó». «¿Qué quiere hacer ahora?» «Заявить в полицию». «Quiero hacer una declaración». «¿Qué harán ustedes?» «Арестовать преступника». «Vamos a prender al ladrón». «31I». Существует два залога. Активный и пассивный. До сих пор мы использовали только активный залог. Например, «Полиция арестовала преступника». В пассивном залоге подлежащее является объектом, на который направлено действие. Воры были арестованы полицией. В испанском языке используются два вида пассивного залога. Первый вид называется прямым пассивным залогом и образуется следующим образом. Глагол «ser» плюс страдательное причастие основного глагола. В данном случае причастие выступает в роли прилагательного и изменяется по числам и родам в зависимости от рода и числа существительного. «Вор был арестован». «El ladrón fue prendido». «Кошельки были украдены». «Las carteras fueron robadas». Если вы хотите указать лицо, которое произвело действие, используйте предлог «Por». «На них напал вор». «Ellos fueron asaltados por un ladrón». «Оn испугался пистолета». «Fue asustado por la pistola». В официальных документах или публичных заявлениях используется следующая конструкция в значении пассивного залога. «Se» плюс глагол в форме третьего лица, единственного или множественного числа. «Сдаются квартиры». «Se alquilan apartamentos». Здесь говорят по-испански. «Aquí se habla español». «Не курить». «Se prohíbe fumar». «31F». «Респonda con la pista». «¿Por qué no respondió?» «Они нас напугали». «Fuimos asustados por ellos». «¿Qué dice el anuncio?» «Здесь говорят по-английски». «Se habla inglés aquí». «¿Qué les pasó?» «У нас забрали все деньги». «Nos quitaron todo nuestro dinero». «31G». «Уровень преступности». «El crimen». «Преступление». «В испаноговорящих странах такой же, как и везде в мире». «Здесь тоже существуют преступления, совершенные в состоянии аффекта». «Crimen de pasión». «И убийства». «Assesinatos». «Связанные с наркотиками». «Drogas». «Как и в любой другой стране, следует быть осторожным». «Tener cuidado». «При выборе места, в которое вы идете». «31H». «Партисipe en el diálogo». «¿Dónde fueron asaltados?» «На улице». «Fуimos asaltados en la calle». «¿Qué les dijeron los ladrones?» «Руки вверх». «Nos dijeron, «¡Vанos arriba». «¿Por qué nos reaccionaron?» «Мы были очень напуганы». «Estuvimos muy asustados». Продолжение следует... 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 Necesito una видеograbadora y una disco-antena. ¿Cuál programa prefieren los niños? Multfilмы. Los niños prefieren dibujos animados. 32i В большинстве языков существует два наклонения – изъявительное, которое описывает реальные факты, и сослагательное, которое выражает сомнение в том, будет ли произведено описываемое действие. В испанском языке одним из вариантов сослагательного наклонения можно считать форму, выражающую приказ, так как неизвестно, выполнит ли вашу просьбу человек, которого вы о чем-то просите. В испанском языке форма настоящего времени сослагательного наклонения образуется на основе формы первого лица единственного числа изъявительного наклонения без окончания «о». Глаголом, оканчивающимся на «ар» прибавляется окончание «э», а глаголом, оканчивающимся на «эр» и «ир» – окончание «а». Давайте выучим спряжение глагола. «Мирать». Смотреть. Я мог бы увидеть. «Ке я мире». Ты мог бы увидеть. «Ке ты мирес». Он мог бы увидеть. «Ке я мире». Мы могли бы увидеть. «Ке nosotros мирем». Вы могли бы увидеть. «Ке ustedes мирен». Они могли бы увидеть. «Ке ellos мирен». «Я хочу, чтобы они посмотрели новости». «Киеро que мiren las noticias». Рассмотрим глагол «бебер». «Пить». В качестве примера глагола, оканчивающегося на «эр». «Я мог бы пить». «Ке я мил.» «Ки бубер». «Ти мог бы пить». «Кетубер continues». «Он мог бы пить». «Que él beba». «Мы могли бы пить». «Que nosotros bebamos». «Вы могли бы пить». «Que ustedes beban». «Они могли бы пить». «Que ellos beban». «Они предлагают нам выпить пиво». «Nos piden que bebamos la cerveza». Глаголы, оканчивающиеся на «ir», имеют такие же окончания. Глаголы в сослагательном наклонении используются в тех случаях, когда они относятся к глаголам, выражающим желание, просьбу или приказ со стороны одного лица по отношению к другому лицу или группе лиц. «Придаточные» и «главные» предложения соединяются со союзом «que». «Мы хотим, чтобы вы переключили канал». «Queremos que usted cambie el canal». «Он просит нас выключить телевизор». «Nos pide que apaguemos la televisión». В группу глаголов, выражающих желание, также входят «querer», «желать», «хотеть», «дesear», «желать», «хотеть», «pedir», «просить», «рекомендар», «рекомендовать», «сугерир», «предлагать», «преферить», «предпочитать», «инсистить», «наставить». «32F». «Респonda con la pista». «¿Desea la madre que los niños miren televisión?» «Нет». «No. La madre no desea que sus hijos miren televisión». «¿Prefieren ustedes que apaguemos la televisión?» «Да». «Sí. Preferimos que ustedes apaguen la televisión». «¿Sugieres que pongamos el noticiero?» «Да». «Sí. Sugiero que pongan el noticiero». «32G». «Participe en el diálogo». «¿Qué quieres mirar en la televisión?» «Я хочу, чтобы мы посмотрели мыльную óperу». «Quiero que miremos una novela». «Muy bien. ¿Prefieres tomar algo durante el programa?» «Я предпочитаю выпить газированной воды». «Prefiero que bebamos un refresco». «De acuerdo. ¿Qué quieres tomar con el refresco?» «Я предлагаю нам съесть конфеты». «Recomiendo que comamos unos dulces». «De acuerdo. ¿Qué quieres tomar con las dos?» «Uno, pues déjame với Natalia». «Csame conay PLACONTROVIR». «Conay PLACONTROVIR». «Jonas a los que hemos visto». «Csame conmigo hacerlas». «Qué quieres decir». «Cliciem conmigo hacerlas». «Cliciem conmigo hacerlas». «Cliciem conmigo hacerlas». «Cliciem conmigo hacerlas»